МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Наша мечта снять программу о ловле щуки на жерлицу наконец-то осуществилась. Совершенно очевидно, что принцип одинаков для всех, кто практикует этот вид рыбалки. Но нам хотелось показать за этим увлекательным занятием именно павлодарских рыболовов. Помочь нам в этом любезно согласились отец и сын Александр и Павел Лагвиненко. Вернее, дядя Саша был настроен ловить окуней на зимнюю удочку, а вот Павел – щуку на жерлицу. Потому и программа называется «Жерлица и не только». Выехав из Павлодара еще затемно, мы достигли места рыбалки, и съемок едва на небе занялась заря. А покинули водоем почти когда стемнело. Этот день принес нам массу сюрпризов. Одним прекрасным декабрьским утром мы оказались на водоеме где-то недалеко от города Павлодар в приортышской пойме. Наша цель – это щука. Щуку будем ловить жерлицами. Для чего? Сначала пытаемся поймать живца. Время ранее, мы тут две луночки забурили, закормили, но живец у нас пока не отзывается. Я думаю, где-то минут 15-20 будет на прикормку собираться. Возможно, за это время мы и окуня поймаем. Надеюсь, сегодня будет хороший, клевый рыбный день. Есть. Живец есть. Ну вот, а я боялся, да. Тем не менее, будем использовать поначалу. Чем крупнее живец, тем крупнее щука. Контролируют свои участки. И для них не имеет значения, что эта щука просто имеет значение размер. Если размер чуть меньше, собственно, она уже начинает воглощать. Понятно, что щука на 2 килограмма не поглотит на 1,5 килограмма, но может заглотить щуку на полкило. И хвост ее будет торчать изо рта этой щуки. Она так будет плавать, пока не переварит. Как ни странно, щука больше держится в данный момент времени не уководных участков, где нет плотвы. Есть окунь и питается окунем. Но в качестве живца используется плотва, так как считается, что лучший живец. Я могу объяснить это, скорее всего, контрастом каким-то. То есть, во-первых, плотва светлая, ее хорошо видно под льдом. Окунь имеет более защитную окраску, поэтому его труднее поймать. Но, тем не менее, у них как бы пересекающийся ареал, что у щуки, что у окуня. Поэтому нередко в животе щуки бывает и у окуня. У нас с утра живец начинает потихоньку собираться, раскачиваться. Поклевки нечастые, редкие, но они есть. Я думаю, в течение ближайшего получаса активность рыбы заметно повысится. Ну, а пока я предлагаю пойти и поставить первую жерлицу. У нас есть два живца. Не будем терять время. Займемся нашим прямым делом. Луночку я. Я использую стандартный магазинный комплект. Мне он достался в качестве подарка на каких-то соревнованиях по зимней мормышке. И он успехом у меня ловит щупу. Я его перену. Вот оснастка. Оснастка очень простая. Катушка с леской, грузик. На конце глонячок. Основа для жерлицы. Плажок. Вот такая конструкция. Живец насаживается следующим образом. Берется леска, на конце которой сделана петля, и заводится жилцу под жабру. Потом двойник продевается в петлю лески и заводится ему в рот. Получается вот таким образом. Живец не поврежден. Двойничок у нас находится в ротовой части. И потом просто опускается жилец. Заводится в рот. Грузик выбирается. Губина с свободным разматыванием. Потом грузик положится на дно, катушка останавливается. Нам необходимо поднять жилца над уровнем грунта. Для чего я делаю 7 оборотов катушки. Ну, это где-то около 40 сантиметров. Тонкая леска путается. Вот окунь обычно клюет при проводке удочки сверху вниз. Вот так шевелишь. И вот кивочек должен согнуться. А в чем разница, ловив окунь или, допустим, того же леща? А леща, если ловить лещ, он обычно берет на дне. Он лучше всего любит мотеля. Но его ловит и по плавочной, и в последнее время на кивочек. Но он как бы поклепки у него не такие, как окунь. Окунь-хищник, он нападает. А вот лещ берет, как бы всасывает на живочку. Поэтому разница большая. В клеве окуня, леща или чебака. Ну, сорога ее называют. Некоторые называют все плотва. Его можно ловить вообще на пустую. Мормышку без насадки. Если подошла стая, и у них такой, они же хищники, охотничьи, азарт, то это все. Вот я тащу очень хорошего. Очень хорошего. Тащу я очень хорошего. Он не дается. Самое главное, его бы завести в лунку. Осторожно, он не хочет заходить. Вот он захочет. Снимаем. Вот это ловки. Вот это я понимаю. Замерить. Сейчас мы вам покажем его. Это уже подошел такой, какого я хотел. Немножко он запутал мне леску, но ничего. Зато он уже мой. Очень хорошая рыба. Сейчас попробуем еще поймать такого же. Вот он у меня оборвал мормышку. Осталось у него во рту. Приходится мне немножечко снасть. Вот другую брать. Потоньше лесочку и меньше мормышечка. На тонкую леску с маленькой мормышечкой рыба ловится лучше. А поклевки веселее. И больше можно поймать. Но здесь есть риск остаться без рыбы. Потому что рыба очень крупная, как вы видите. Хорошая рыба, товарная. Ну, где-то с полкилограмма, наверное, он будет. Это точно. Потом взвешиваем. Поэтому вот такие вот дела у нас. Но если сильный мороз, то приходится ловить в палатке. Но в палатке хорошо, конечно, ловить. Но неудобно вытаскивать рыбу. Вынос руки с большой глубины. Не дает она делать как надо. Иногда сходы из-за этого. Здесь только слабину дал. Рыбка это чувствует и уходит. Три метра где-то, грубо так. Отматываем, оттиметры. Опускаем. Два. Так, ну, может, надо на двух взять, если он до прикольника подошел. Поэтому с двух метров мы опускаем плавненько и пробуем вот так ловить. Нету. Ну, как-то иногда вот такие большие окуни, они ходят парами. Может, три попаса крупные. Мелочь он в стае не такой, больше его в стае, а эти как бы отсельнички. Но зато товарные. А чем объясняется, что они маленькие, с тайками ходят? Ну, маленькие, как все дети, так сказать. Малыши, они шустрее, чем взрослые. Взрослые по степенью. А малыши, они всегда с тайками ходят, детвора. Как в садике. Вот, оп, все. Поклевка. Поклевка была. Еще одна маклубка. Еще одна уточка. Сейчас будем третью. У меня есть тут другая. Уточка привязывает некая. Это мне уже начинает нравиться. Очень, да. Так, чтобы он не убежал в большой окон. Мы его сейчас еще приманим. Так. Приманим. Уже у меня появляется рыболовный азарт. Очень такой. Три поклевки. Две поклевки и все, я оборвал. Ну, ладно. Сейчас вот здесь леска потолще. На этой удочке посмотрим, что он дальше будет нам делать. Ладно. Честное слово. Вот это азарство. Давно я такого не видал. Все, и будем ловить. И никуда он от нас не денется. Без насадки я могу тоже попробовать. Но просто не будет таких вот эффективных поклевок. Он осторожничает. Поймать ему можно, конечно. Но это надо долго играть. А тут чем быстрее клюнет, тем больше поймаешь. Так, насадили. Вот снова опускаем в желанную глубину. Вот, минутку. Сейчас опускаем. Это у меня тут с нас немножечко попрочнее. Если уже попадется, идти не должен. Раритетная удочка. Раньше я на такую ловил. А это у меня как запасная. Для крупной рыбы предотвратительно. Ну и бывает, и эту может оборвать. Здесь он, если приманился, то, по крайней мере, пока не хочет брать. У меня уже перестали мерзнуть руки. Сейчас, наверное, буду шубу снимать. Такой азарт появился. Так, опускаем. Раритетная эта удочка. Но сегодня, честно говоря, клёп не такой хороший. Здесь посмотрим интересный момент. Что это должно быть, так и еще лучше. И здесь нет. Так, вот глубина. Хорошая глубина. Чтобы поймать хорошего окуня, нужно все время передвигаться. Он собирается в стае, но долго не стоит. Его, если приманишь, потом сел на ста, то он дальше пошел. Он курсирует по водоему, если у него, в смысле, на него не влияет погодные условия. Поэтому, если в одной, допустим, лунке ты поймал до одного, двух, трех, клёп перестал, бросаешь приманку и переходишь на другую. Вот как, в данный момент я, что я и сделал. Вот пробую, теперь в другой. Здесь тоже с приманкой. Вот есть, взял. Хороший. Вот, берет костюм. Тащу. Хороший. Сразу взял. Ну, берет сразу. Вот, сразу берет. Вот, так. Сейчас мы его попробуем. Еще одного сразу. Вот, Лёшка, еще одна. Еще хорошую. Вытаскиваю. Вот, хорошую. Вот, так. Есть. Это нормальная рыба. Это действительно, да. Так, берем, пробуем еще. Даже не подманываю. Даже приманки не надо. Они тут стоят. Вот ждут мою черную приманку. Крючком. Так, пробуем. Вот так. Вперед сантиметров 30-20 от 1. Так что он не холодный. Иногда он стоит и подо льдом. Но вот в данный момент сантиметров 20-30 от 1. Я даже и сильно не играю. Я просто плавно опускаю мормышь. Ну, вот эту раритетную удочку. Вот поклевка. Тихая. Ой, 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 ой. Это что-то. Смотрите, что делает. Я не могу вытаскивать. Вот, что делает. Это что-то. Смотрите, не могу. Вот он, он сейчас. Вот потихонечку моего пытаюсь. Я пытаюсь. Ой, что они не дали. Пытаемся завести в лунку. Вот выходит. Вот он. Ну, он хорошенький. Ну, еще бы. Я же, наверное, чувствую, что хорошенький. Плохих не держим. Вот так. Они такие красивые, яркие. Вот так. Шикарно. Нравится? Да. Ну, и мне тоже. Его не чищу. У него очень такая жесткая чешуя, поэтому я его просто разрезаю, промываю. Если он большой, поперек перерезаешь, прожариваешь. Наливаешь в сковородку масла, макаешь муку, присаливаешь и закрываешь крышкой. И до золотистого цвета. Потом переворачиваешь. А потом разламываешь, там все эти кости вытаскиваешь и кушаешь. Но у него костей мало, у этой рыбы. Ах ты. Попытался клюнуть очень тихо. Поклевки-то какие-то редкие, тихие такие. Нюх. В данный момент не захотел. Сейчас посмотрим еще. Поклевки тихие. Вот удилишку снимайте лучше. Он что делает? Вай, вай, вай. Я не могу сразу поднять. Ой, 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 ой. Ой, ой. Это что-то красавец, красавец, красавец. Красавец просто. Красавец. Вот так. Да, вот это рыбалка, действительно. Ради такой рыбалки можно померзнуть. Чувствую просто, я тут, знаете, хорошо знаю и вижу. А со стороны, если, ну, случайно. Обычно поклевка, если вот такая, она должна вот так быть вот. Он клюет. Вот, смотрите, вот так клюет. Подсекаешь. А у меня они клюют вот так. Вот. Вот так все. Вот чуть-чуть. И все, подсекаешь. Осторожнее. А почему так? Потому что вон степень этот окунь. Малыши бьют. Но иногда и этот большой тоже бьет. Аж через руку. Вот снова выкаткиваю. Но этот поменьше. Этот не такой большой. Вот. Надо сейчас приманить. Секунду, а то убегут. Угу. Разбегутся эти окуньки. Потом надо будет еще пять собирать. А так мы сейчас их приманим. Приманкой. Это ж надо, а? Две удочки. Так, ну ладно, попробуем еще для интереса. Так, опускаем плавно. Так, идем. Остановили. Вот дна брал. Вот сейчас не хочет. Отошел. Есть. Попетка хорошая. Хорошая, хорошая. Прекрасная. Не могу завести. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Красная. Ой-ой-ой, что делает? Ой, что делает? Есть. Красавец попался. Все. Нормально. Все-таки я его приманю. Иначе убежит. Надо было таскать его. А мы его, как бы, когда приманку кидаем, опускаем сюда, мы его задерживаем немножко здесь. Сейчас. Приманка вот. Мормыш вот такой. Не знаю, кто там. Мотель. Мормыш вот он. Я буду высыпать, его будет видно. Фу-фу-фу. Рощок бокоплах вот так. Сыпишь помаленько. Почему бокоплах? Ну, он боком так плывет. Ага. Лапка мишель идти плывет. Так. Ну, сегодня, по идее, должна быть ищущая погода. Угу. Погода просто как по заказу сказочная. Вот опускаем, 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 опускаем. Вот уже кучка такая у меня. Давай, давай. Если не будешь бегать, не будешь ловить. Так, побываю здесь. Что же она дала? Зря ли я или не зря сегодня их здесь дырявил? Некоторые любители, так сказать, рыбалки, рыбать на сети. Вот здесь поплевка, и очень хороший окунь опять попался. Ох, ох, ох. Ну, у меня с детства сетям интереса нет. Вот и все, вытащил. Это неинтересно. Пусть рыбу вытащишь, но бывают и хорошие, но не то. То ли дело поискать его, найти, потом показать мастерство и пободаться, как говорят, если я особенно крупная рыба. Кто кого. Иногда, конечно, рыба побеждает, иногда рыбак. Рыболов, то есть спортсмен. Рыбак это я неправильно назвал. Вот сейчас вот есть же спортивная лоля рыбы. На мормышку, на спиннинг. Вот. Поэтому я себя, так сказать, к ним причитаю себя к обществу рыболовов. Спортсменов. Спортивная, любительская, азартная ловля рыбы. Опа, еще подлетка. Подлетки очень осторожные, их почти не видно. Это небольшой. Нету пока больших здесь. А почему нету? Потому что тут сожрали, они... Ой, сильно обедить хорошим был приманку. Надо им немножко подсыпать. Еще вот так. Помаленьку подсыпаем, чтобы рыба держалась вокруг. Здесь мне, честно говоря, не нравится. Самое лучшее это вон так. Вот сейчас мы еще попробуем в ту первую сесть, где ящичек, переходим. Рыба должна быть. Сейчас у них такая же прикормка, как моя. Перки. Почему вы считаете, что эта лунка лучше, а не вон та? Нет, я просто пробую. Если вот прошел все их, допустим, у меня четыре, я все их прошел, поймал. Потом снова начинаю проходить по порядку. Ну, могу в ту первую, где клевало, но я просто-напросто вот хочу попробовать, хочу. Попробовать вот это. Вот поклевка небольшая, вот есть. Вот этого быстрее тащим, вот такой средненький огунек. Вот. Это уже не такой большой. Сейчас большие там уже тут, наверное, нас. Попробуем. Что будет. Так, немножко он мне тут насадку потрепал. Так называемый опарыш. И чебак на нее, и лещ на нее, и окунь на нее. На эту насадку, на опарыш. Лунку, в которую попались большие. Есть. О, вот это, да. Вот это, красавица. Что делает нудилишка? Вот, пошла. Там, наверное, не меньше килограмма. Да ладно. Я не могу вытащить, честное слово. Не хочет. Может быть, щука села, я не знаю. Я не могу завести его. Лунка. Давай, давай, потихоньку, потихоньку. Потихоньку. Не хочет. Может, щука. Черт, черт, здоровая. Ой, здоровая. Ой, крупная. Ой, ой. Ой, 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 ой. Вот. О, какой. Вот это идет большое. Это уже больше. Это уже грамм 600 или 700. Вот. Вот это уже товарный. Самый лучший клев у окуней – это с утра. Именно вот как только рассвет пошел, уже видно. Клевочек, вон он клюет. Потом к обеду, как бы немножечко у него активность плохая становится. Не хочет он, редко надо дразнить. А потом где-то после обеда опять, под вечер тоже. Угу. Ух ты, а. И потек. Поклевки почему-то тихие, плавные, аккуратные. Шевелить надо. Окунь – насичник. Вот он тихо так. Вообще почти не видно. Я говорю, что если… Ну, мелкий. Если не знаешь снасти свои, то можно и проворонить. Сейчас мы попробуем поймать окуня на балансир. Вот такая вот приманка. Данный балансир – это подарок от финских рыбового спортсменов. Привез его с чемпионата мира. Вот хочу попробовать, давно уже собирался. Единственное, что для ловли окуня не нужен поводок. Но я его оставлю на всякий случай, потому что может быть щука. И она может просто обрезать балансир. Опускаем эту приманку в лунку и посмотрим, как будет на нее отзываться окунь по сравнению с мормышкой. На мормышку он берет хорошо, а на балансир техника ловли здесь немного специфическая. Сначала находим дно, потом поднимаем от 1 см 10 см. Коротким подбросом делаем небольшие подбросы балансира в ожидании поклевки окуня. Сейчас была поклевка. Есть реакция на балансир. Возможно, окунь не крупный здесь, а приманка для него достаточно большая. Есть. Вот у нас первый окунек. Да, я был прав, что окунь не крупный. Тем не менее, взял балансир, причем взял за самый кончик губы на тройничок. Небольшой окунек попался на балансир. При этом перед этим было три поклевки легеньких. Я предположил, что здесь не крупный окунь в этой лунке. Вот что оказалось правдой. Значит, данная приманка не требует никакой насадки. В принципе, достаточно удобно для ловли в мороз. А прикормка? Нужна прикормка? Прикормка в лунке вообще для окуня нужна всегда. В наших регионах, в северных, используют мормыш. Латинское название гомарус. Это рачок бокобла, в который здесь же и водится. Излюбленная прикормка для окуня. Его желательно использовать, потому что окунь – это подвижная рыбка. Она меняет свое местоположение. И с помощью мормыша ее можно удержать на лунку. Я предлагаю пройдет в соседнюю лунку. Я предлагаю пройдет в соседнюю лунку. Опять та же техника. Сначала находим дно. И потом на дно легким подбрасыванием пытаемся поймать окуня. Но окунь взял повыше, и горизонт у него сегодня выше. Поднимаем выше. Оп, не понял. Либо поклевка, либо за траву. Но никакого ударчика не было. Балансир – это универсальная приманка. На нее также берет практически вся рыба. И хищная, и часто не хищная попадается. Иногда она просто багрится. То есть, атакует есть. Была поклевка, атакует балансир. Опять-таки легкая поклевка. Вероятно, не крупный окунек. Балансир в моей практике редкий гость. Только в этом году я стал практиковать, потому что больше люблю мормышку. Ловля на мормышку более динамичная. Опа! Вот была очень хорошая поклевка. И у нас вот окунь. Окунь взял на балансир. Окунь покрупнее. После трех-четырех касаний невнятных, хорошая четкая поклевка на балансир. Причем он попался и на крючок, и на тройник. Что у тебя за удочка тоже? Удочка. Кстати, да, на удочку сильно не обращайте внимания. Это старая советская удочка. Это подарок. Я вообще люблю раритетные вещи. Подарки от рыболовов, старых, опытных. Эти вещи пропитаны их энергетикой. Люди, которые удачно ловили в свое время, они передали эти снасти. И эти снасти помогают мне так же успешно ловить ловлю. У меня вообще более консервативный рыболов, поэтому стараюсь использовать старые снасти. Хотя оснастка на удочках у меня самая современная. Все снасти фактически спортивные. Кивки самодельные, мормышки. По первому, скажем так, слову техники. Вот. Что позволяет успешно ловить рыбу. При ловле окуня надо активно перемещаться. Что окунь активно перемещается. Проверяем. Здесь глубина побольше. Опять-таки, достаточно монотонные, небольшие подбросы. Не выше 10-15 сантиметров. Коротким взмахом руки. В надежде поймать окуня. И меняем горизонт. Окунь отзывается достаточно высоко. После прохода балансиром пройдем эти же лунки мормышкой. Посмотрим, что поменяется. В этой лунке вообще нет поклевок. Обычно, если окунь стоит, то достаточно нескольких взмахов, для того, чтобы определить его присутствие. Ну вот, здесь нет никакой реакции. Перейдем еще в одну лунку и потом пойдем мормышкой. Рыбка была. Вот, щука схватила живца прямо при постановке жерлицы. То есть, когда я ставил, она его схватила и стояла. Я ставил жерлицу. Софициально не стал вытаскивать. В надежде, что она его начнет заглатывать. Это идет. Но прошло время, я поставил две жерлицы. Она как стояла под лункой, живцом в зубах, так и стояла. Я решил приподнять, посмотреть. То есть, очень неактивно взяла и просто замерла. Минут 10 неподвижно находилась. И она его бросила. Я стал ее поднимать, почувствовал. Толчки. Некрупная щучка, но живец у нее был во рту. 10 минут без всяких каких-то перемен простояла. И в привлаживание бросила. Я поставил живца поменьше. В надежде, что она подойдет еще. Так, ну нет реакции на балансир. Я думаю, в принципе, мы поймали два окуня. Можно целенаправленно с ним ходить длительное время. А теперь просто в эту же лунку мы опустим мормышку. И посмотрим, возможно, окунь просто капризничает. И не берет балансир более крупную приманку. А хочет взять мормышку, более мелкую. Мормышку насаживаем опарыш. Вот, и в этот момент у нас сработал флажок. Как раз тот самый, про который я говорил. Вон он у нас стоит на той стороне. То есть, опять-таки, поклевка на эту самую жерлицу. Чуть правее. От палатки один флажок, и второй флажок поднятый. Видишь? Нет, нет. А я вижу, у меня реакция хорошая. Это как раз та самая жерлица, про которую я рассказывал. На нее опять-таки поклевка. Мы сейчас выждем какое-то время. Пускай щучка заглотит живца. Чуть-чуть, тем более, если такая неактивность у нее. А потом пойдем проверим. Мы только вспоминали про щучку, она сразу была. Так, проверяем разницу сюда. В насадках, в приманках. Был балансир, а теперь попробуем мормышку. Рубина около 2,5-3 метра. Я взял удочку с достаточно толстой леской 0,12. В принципе, редко ее использую, но так как я увидел, что тут очень крупный окунь сегодня с утра, решил мне рисковать. То есть, толстая леска, она уменьшает количество поклевок. То есть, на первом же опускании в этой лунке, после балансира опустили мормышку, и сразу же попался такой окунь, грамм на 170. Хороший окунь, берет он же одна. Ну, окунь разнокалиберный, но вот этот окунь для балансира, он вполне, возможно, что-то его смущает сам балансир. Вот видишь, активно, очень активно клюет сразу же. И после маленького попадает на такой же, чуть поменьше первого. Тоже активный. Я не знаю, с чем связано. Возможно, игра балансира его... Возможно, я не умею ловить на балансир, не подобрал игру. Но мормышкой я владею отлично, поэтому... Техника ловли очень простая. Изначально просто делается опускание мормышки. С плавным покачиванием в сторону дна. Дно я еще не нашел, поэтому... Просто плавное опускание мормышки. Вот у нас дно. После того, как нашли дно, начинаем играть. Окунь любит достаточно активную игру. И вот сразу же на подъеме в 10 сантиметрах от дна, такой же окунь. Ровный окунь. Приятный. У нас это, скажем так, стандартный окунь. Грамм 150-250. Но для этого водоема это, скажем, окунь ниже среднего идет. То есть окунь здесь намного крупнее. Вот в чем вы уже убедились. Поэтому пока можно сказать, что это мелкий окунь. Играет большую роль еще время суток. То есть окунь это хищная рыба. Активно начинает клевать с рассветом. Активно кормится. Потом наедается. И получается пауза. То есть крупный окунь, как правило, встает. Мелкий окунь уже добирает приманку. То, что находит. Вот. Приятный окунь. Больше ладони. Причем никаких ухищрений. Достаточно толстая леска. Большая мормышка. И четкие поклевки. В утреннее время. За это время можно его поймать очень большое количество. Рекорды. Мой личный рекорд. Это в декабре. Вот за короткий декабрьский день. На мормышку, на удочку. Я поймал один раз 63 килограмма окуня. Это просто, ну если так подумать. Больше двух мешков 25 килограммовых. Поэтому окуня ловить достаточно просто. Но это те дни, когда он клюет. Сегодня по погоде идет падение давления. И окунь, в принципе, хорошо на это реагирует. Сейчас чуть покрупнее сопротивляется. Но я говорю, леска толстая. Я могу спокойно вытаскивать на вес. Да, вот грамм на 200. Даже, может, 220. Иногда окунь капризничает. Иногда вообще наблюдается очень странная тенденция, когда начинают брать одни самцы. Стаи окуня разнокалиберные, а поклевки и попадаются только самцы. Не берут самки. Самцы, как правило, чуть мельче размером. Почему? Объяснение я не могу найти. Не знаю даже. Не помню, читал я где-то или нет. Но вот такая вот закономерность. Как правило, это достаточно бесклевные дни. Самки перестают клевать, попадаются самцы. И у щуки так же бывает. Идут поклевки. Если утончить сейчас снасть, взять леску не 0,12, а леску хотя бы 2,09, меньше мормышку, то на каждой проводке будет у нас окунь. Вот мы вытащили с этой лунки 5 штук. Хороших окуньков. Две проводки. Тут какой-то сбой обычный. Я в этот момент беру мормыш и опять-таки прикармливаю, чтобы удержать стойку на митке или потянуть новых клёбок. И в принципе можно, не дожидаясь, пока клев совсем прекратится, сразу поменять лунку на соседнюю и ловить укунь огней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok